Гипотезы. У всех есть гипотезы. Гипотеза, что его идея будет работать, что его продукт залетит. Часто принято гипотезы называть галлюцинациями. Но сначала, прежде чем начинать что-то делать, нужно проверить, вообще работает ли это, как с этим работать, вообще есть ли проблема, существует ли проблема, где эти люди, где ваша аудитория и прочее. Давайте поговорим вообще о проблеме. Любой продукт решает какую-то проблему и снимает головной боль с пользователей. Если ваш продукт не снимает какую-то головную боль, у него нет ценности. Даже игры, которые занимают вас на вечер, они решают какую-то проблему. Я предлагаю определиться, что проблема должна быть атомарной. Она должна быть очень маленькой. То есть не надо делать продукты монстры, а еще мы здесь вот так сделаем, а еще вот так сделаем. Нет, у вас должна быть одна ключевая идея в рамках гипотезы, которую вы проверяете. То есть да, потом вы докрутите кучу добавленной ценности и прочей подобной радости, но сначала нужно начать с малого. Иначе можно растечься по древу и никогда не доделать ничего. Ну и соответственно ваша проблема должна быть легко доносима. То есть то, что вы решаете, нужно легко объяснить. Объясните вашим пользователям, клиентам. Ну это основы маркетинга. То есть поймите, кому вы будете продавать ваш продукт, зачем вы его делаете. И я предлагаю подход от обратного. То есть не то, почему пользователь будет пользоваться вашим продуктом, а почему он будет не пользоваться вашим продуктом. Почему он ему не нужен. И отсекая таких пользователей, вы как раз придете к тому ядру, который будет пользоваться. Для этого я предлагаю просто придумывать по 10 причин, почему не пользоваться вашим продуктом. Почему пользователь пойдет, не знаю, в оффлайн-магазин, а не пойдет к нам, а не пойдет к вам. Ему проще там, ему это. То есть отсекая все лишнее, вы получите истину. То есть истину и ту узкую аудиторию, которой будет доступен ваш продукт. Обязательно фиксируйте вот эти портреты на всех этапах. Не переделывайте, а выставляйте в истории в своих документиках, в своих гугл доках. Смотрите, как меняется портрет вашего покупателя, вашего пользователя со временем эволюции, проработки вашей гипотезы. Всегда переоценивайте, смотрите, как эволюционирует и следите за этим. Ищем людей. Где первые люди в ваш проект? Ну, естественно, это 3F. Друзья, семья и дураки. Дальше идет уже круги. Знакомые знакомых и прочее. Социальные сети. Классный кейс был в группе Facebook. Что-то с директорами связан. Они говорят, что если у вас нет паблика и вы не набиваете себе туда друзей из вашего окружения, окружения, вашего окружения, вы совершаете ошибку. Что вам стоит нажать в день 100 лайков? 100 лайков тех друзей, которые вы считаете своей аудиторией. Почему вы не наращиваете свой паблик уже сейчас, только задумываясь? Наращивайте паблик, сделайте так, чтобы у вас в друзьях было 2, 3, 4 тысячи друзей. Сделайте так, чтобы у вас в LinkedIn были друзья, в Facebook были друзья, во Вконтакте были друзья, в одноклассниках были друзья. То есть это та аудитория, которой потом вы сможете предложить ваш продукт и получить от нее первое мнение. И дальше следующим этапом идет уже создание лендинг-пейджа. Лендинг-пейдж – это посадочная страница, собственно, куда вы и будете приводить ту аудиторию, до которой вы дотянетесь, и предлагать ей там услуги. То есть лендинг-пейджа может быть даже страничка Вконтакте. То есть тот месседж, который вы делаете, пытаетесь донести до людей, это и есть лендинг-пейдж. То есть это не значит, что вам нужен отдельный домен, отдельный сайт. Вы можете сделать на любой бесплатной платформе, где угодно. Ваша задача – донести до пользователя вашу идею и получить какую-то обратную связь. Как общаться с этими людьми? Все любят корпоративный стиль, все пишут. Мы, наша команда, хотя вы можете быть один. Пишите персонализировано. Я получаю сейчас рекламные сообщения от такого сервиса 7Rush. У них в отправителе письма, хотя я понимаю, что это настроенная рекламная компания, стоит персона, владелец компании. То есть письмо приходит от отправителя, там, Вася из 7Rush, скажите как. Вот вы можете ко мне персонально обратиться. И паблики он еще и свои публикует, то есть доверие повышается. Общайтесь с вашим пользователем, чтобы понять, какие проблемы у них есть. Даже если у них проблемы в смежной области, возможно, вы поменяете гипотезу и будете двигаться куда-то еще. Забудьте про корпоративный стиль вообще. Просто никогда не общайтесь с корпоративным стилем. В письмах еще где-то. Будьте проще. Ведь проще поверить тому, кто попроще пишет, проще доносит. Посмотрите на рекламные рассылки Invisible. Ребята вино продают. Ребята продают упаковки вина. Посмотрите на их рассылку. Их рассылка как блог. Они пишут как для друзей. Их приятно читать, у них приятно покупать. Ну, правда, они доставляют только по Москве. И они закрыты. Закрытый клуб. То есть у них все персонализировано. Они общаются просто. У них нету там, что мы мега-компания на ранних этапах. Хотя у них уже там достаточно большой оборот. Как понять? Как понять, что ваша галлюцинация что-то из себя представляет, и можно вытянуть что-то в реальный мир? Спрашивайте о недостатках гипотезы. Почему она не будет работать? Это проще. Потому что общаться вы будете с тремя F в первую очередь. И чтобы вас не обидеть, будут говорить, ну, только хорошее. А это косяк уже. Это прям сразу косяк. Потому что на лесте вы денег не сделаете. Вы никогда не сделаете денег на лесте. Вам скажут, да, молодец, у тебя все получится. Спросите у мамы. Мам, я хочу заняться вот этим. Она скажет, да, сынок, у тебя все получится. Молодец. То есть это лесть. На ней вы не заработаете. Нужно искать реальные проблемы. Я предлагаю у друзей спрашивать о косяках, о проблемах. Идти от обратного. То есть отсекать лишнее. Ну, желательно, конечно же, аргументы спрашивать. Еще очень немаловажный момент, который все забывают, это собирать все контакты, которые вы имеете. У меня руководитель, когда ездит на конференцию, он привозит с собой порядка 200 визиток. Я обратил внимание, что он делает. Он после каждой конференции тратит два дня. Он фотографирует визитки, раскладывает их на листик А4, фотографирует, складывает, а потом записывает в Excel. Просто в Excel на драйве Гугла и пометочки, с кем, о чем он разговаривал, зачем он разговаривал и прочим. У него перед монитором визиток стоят пачки такие, башни. То есть найти что-то в этих визитках, ну, через какое-то время нереально. А зайти в Google Doc, нажать Ctrl F и по каким-то ключевым словам можно. Опять же, эти люди, с которыми вы общаетесь в оффлайне, либо еще где-то, это и есть первые ваши клиенты, на которых вы что-то делаете. Очень интересный кейс. Мне понравился у ребят, которые тоже на конференции собирают визитки. На них имейлы написаны. Почему эти имейлы нельзя добавить к себе в базу и не сделать им рассылку, сказать, что, ребят, вот мы общались там-то, там-то по контексту, где вы собрали эти визитки. Мы вот запустили, посмотрите, дайте фидбэк. Люди открыты к общению. То есть можно написать малознакомому человеку в Facebook, и вы получите ответ. Либо он скажет, что, ой, извини, я не могу, либо проигнорирует, либо еще что-то. Вас не убьют и за спрос денег не возьмут. Ну и, соответственно, любая вещь имеет значение только если ее повторять через какое-то время. Если вы сделали один раз, столкнулись с трудностями и убежали в кусты, ну так работы не будет. Делайте просто что-то итеративно, повторяйте через какое-то время, ну воздастся. Техничка. Я, собственно, программист. В моих интересах, наоборот, чтобы продать себя, говорить, что нужно кодить. Нужно кодить больше, нужно больше команда, нужно больше менеджеров, больше задач, больше планирования, а еще там тестирование и всякая тому подобная штука. Но в бизнесе все по-другому. В бизнесе нужно делать меньше и получать больше. Ну стандартная поговорка, чтобы корова меньше ела и больше давала молока. Меньше кормить и больше дайте. Я хотел бы рассказать, как технически за компьютером проверить спрос. Все знают, что есть поисковые системы, там Яндекс, Гугл, еще какие-то. Можно легко проверить спрос на ваши услуги. Вот неразвязывающиеся шнурки. Я взял их, чуть-чуть изменил с реального кейса. Есть кейс, светящиеся шнурки. Их продают в интернете пачками. По-моему, будет про лендинг пейдж или было уже, как из Китая, продавать товар. То есть покупается товар дешевый по 10 рублей, продается по 1000 рублей, кладется на склад и просто отправляется покупателю. Но нужно понять, есть ли спрос на ту услугу, которую вы делаете уже сейчас. Если его нет, то вам придется формировать рынок. А это намного дороже. Есть вордстат, на котором можно поискать, что ищут со словом. То есть я специально взял слово, где там поменьше. И видим, что 17 человек ищут неразвязывающиеся шнурки в месяц. Вот я вижу человека, который меня научил этому кейсу на тренды работать. Да, Василий. Работа на тренды, предугадывать тренды. Если вы умеете прогнозировать и понимать, что будет завтра, то есть вы увидели, ну как Pokemon Go, да? Проект стартует. Вы понимаете, что завтра запросы в форум Pokemon Go и прочее, они взлетят. То есть можно оценить динамику. Можно посмотреть трендовость последних двух-трех недель и на заре взлета войти в тему. Создать форум, быть первым. Ну то есть это тоже важно для продукта. Это оценивается на Google Trends. Вы можете сравнивать тренды, смотреть, что падает, что вырастает, как это происходит. Плюс сезонность можно посмотреть. Классный инструментик. Вот, да, кстати, о сезонности. Сезонности по шнуркам. Берите запрос и смотрите историю запросов в поисковую систему. Выборка у Яндекса достаточно большая. Она просто огроменная. Она показывает, ну, реальное положение дел, как ваш продукт работает с сезонностью. Здесь можно проверять все. То есть смотрите, что с сезоном происходит. Не делайте оптимистичных планов на время, когда все уезжают в отпуск или там, когда у всех происходит новогодняя эйфория, они там товары покупают, а вы им там другое что-то пытаетесь продать. Ну, под словом продать, я говорю донести. Даже если у вас условно бесплатный продукт, то есть если вы не берете с клиентов денег, он просто не будет, ну, заходить на ваш сайт или… Ему просто в этот период времени это неинтересно. И Wordstat показывает интересы этих пользователей. Их можно сравнить в абсолютных значениях. Ну, это сколько человек в месяц там проверяет эту штуку. Да, кстати, у них есть очень интересная штука. Вот они по неделям могут показывать. То есть там 9 мая посмотреть можно и прочие радости. Лендинг. Не размазывайте идею. Идея должна… ну, проблема, галлюцинация, она должна быть атомарна. То есть доносите то, что вы хотите продать, в чем суть вашего сервиса. Там, ну, про лендинги сегодня будут говорить много. Я расскажу про тренды 5 лет назад, про которые сейчас все забыли. 5-6 лет назад все говорили про линию сгиба, про первый экран, что должно появляться. А потом пришел в App 2.0, и все начали делать бешенячие отступы, что дизайнеры решили, что у пользователей рука не отвалится, поскролить. И прочее, прочее. Кейсы в 5-летней давности были, что кнопка купить в первом экране. Call to action в первом экране. Все только об этом говорили, но сейчас об этом все забыли. В том числе и дизайнеры, и маркетологи, и очень редко к этому возвращаются вопросы. Ну, либо считается все само собой разумеющееся, но практика показывает, что не так, что это забыто. И я хочу чуть-чуть об этом рассказать. О линии сгиба. Что это такое и зачем это нужно. Линия сгиба – это… Представьте, что вы просто сгибаете, да, листочек. Есть первый экран, то, что он видит, а потом клиент по чуть-чуть разворачивает ваш лендинг, ваш сайт и видит дальнейшие экраны. Но компьютеров много, устройств много, всего много. Как понять? Да все очень просто. Зайдите в статистику чего угодно. Можете в лайв-интернете посмотреть. Ваша область другая, вы считаете вашего клиента уникальным. Великолепно идите на лайв-интернет, находите открытую статистику. Конкурентов в вашей теме. За 10 минут вы узнаете, какие линии сгиба будут. То есть вы по максимуму пытаетесь подогнать под вашу аудиторию. Здесь мы видим, что аудитория сидит на маленьких экранах с шириной 768. То есть вписывая 768 по вертикали, мы гарантированно дадим пользователю контент в первом экране. Самое интересное, что когда вы посмотрите на ваших пользователей, ну просто пройдетесь по компьютерам, пооткрываете браузер, вы увидите, что они все увешаны тулбарами. У них есть скроллы и прочие штуки, которые уменьшают вертикальный размер экрана. На маках многие люди не отключают нижний тулбар, и он отжирает место. Поэтому всегда нужно делать с запасом, и call to action, призыв к действию пользователя что-то сделать, нужно встраивать в первый экран. То есть пытаться до вашей мнимой линии сгиба его разместить. Вот пример странички, которую мы сделали недавно. Вот, собственно, линия сгиба идет. То есть это под 768. То есть мы имеем там заголовочек, донесение, и call to action в нашем случае это просто взять email. Потом мы там дожимаем клиента, пишем ему там welcome цепочку, что-то отсылаем, контактируем с ними. Но самое главное взять его контакт. А вот предыдущая страница с не очень внятным заголовком «покупай на ebay». Вот здесь мы четко суть доносим, да, что мы делаем, мы там товары пересылаем. А здесь «покупай на ebay». Ну, хорошо, буду покупать. А зачем мне light mf? Ну, непонятно. Call to action нету, ну, собственно, переделали. Call to action. Call to action, call to action. Да, это, собственно, и есть тот призыв к действию, что нужно сделать, что вы ожидаете от пользователя, что ему нужно делать. Вот в моем случае мы собираем email. В другом случае, возможно, это будет телефон, позвони. То есть много бизнеса, заправка картриджей в Воронеже, например, да, много бизнесов, которым нужно позвонить. Они не будут email оставлять. Может быть, они не хотят звонить, значит, рядом с телефоном мы вам перезвоним. Там какой-нибудь перезвони ком или callback hunter и прочее. На первом экране суть сервиса. Мы все бегло, мы все как люди очень бегло смотрим интернет. Когда нужно заправить картридж для принтера, секретарша, которая это поручена, она бежит бегло по сайтам. Если она не находит нужной информации на первом экране, она откроет другой. Ей нужно быстро решить проблему. Доносите все на первом экране, а потом уже там прелести и радости, где человеку нужно подумать. Откидывайте дальше. Я хотел бы по блокам лендинга пробежать, но сейчас будет очень хороший доклад, где расскажет про современные тенденции, как мы делаем на примере нашего сайта. УТП. Уникальное торговое предложение. Показывайте, чем вы лучше, что у вас лучше, где что может быть, зачем может быть, почему. Ну, покажите просто на примере чего-нибудь одного, что у вас веселее. А, у нас здесь тенге. Если обратить это, мы тестировали на Казахстане. У нас здесь тенге. Сколько стоит цена? Мы придаем доставку, нам нужно показать, сколько стоит. Везем в Казахстан любой пункт, показываем примерно вес, пользователь может определиться, что ему нужно. Отзывы. Вот об этом будет сказано много. Я в прошлый раз, когда рассказывал про отзывы, говорил, что вы можете отзывы сами написать. Мне сказали, ну это же вы обманываете пользователя. Зачем писать отзывы самому? Под словом самим я говорю, что продайте ваши услугу друзьям, послушайте их. Запишите, что они сказали, напишите этот отзыв за них сами, потому что люди ленивые вообще в целом, и повесьте его на сайт. Вот что значит написать отзыв самим. То есть, грубо говоря, я привожу своему другу товар. Говорю, слушай, ну расскажи, как тебе понравилось, не понравилось. Он мне кратенько описывает, я пишу отзыв. Говорю, ну так, можно я публикую? Можно, опубликовывайте. Можете сами написать. Низ. Все забывают про самый-самый низ подвал. Вы долистали до страницы, и что? Вот и что? Ну, долистал я всю информацию, воспринял. Все мне нравится. И что, чтобы телефон увидеть, вам нужно вверх листать? Ну, это в 90-х было. Знаете, вот ссылочки наверх со стрелочкой. Зачем? Зачем лишние действия перед тем, чтобы получить контакт? Да сделайте call to action. Не знаете, что разместить? Делайте перебивку call to action. У вас не хватает на экране данных. Закончить его call to action. Много call to action не бывает. Ну, вот, например. Вот стандартный call to action в конце страницы. Что измеряем? Поначалу смотрите все. Есть вебвизор Яндекса. Отслеживайте, что кликают, куда кликают, почему не кликают. Если не кликают, убирайте нафиг. Оно не нужно. Оставляйте только то, что нужно. Больше ссылок, больше расфокусировка. Оставьте главный, остальное все снесите. Обязательно смотрите нажатие на форме ввода. Где кликают. Может быть, ваш дизайнер нарисует такую гениальную кнопочку, что никто не будет понимать, что на ней кликнуть нужно. Кнопки делайте кнопками. Ну, как бы простые советы. Все хотят выделиться, отстроиться, хотят сделать классную форму. Но советую не заменять стандартные элементы дизайнерскими галлюцинациями. А если заменяете, то обязательно проверяйте. Делайте обе-тестирование формы и смотрите, где денег больше. Ну, в деньгах выражается все, но мы смотрим нажатия, клики, то, что ведет поворонки к деньгам. Ох, за это я отхватил сильно в прошлый раз. Не делайте видео. Мы проходили эти ошибки. Я расскажу почему. Не делайте всплывающих окон. Они бесят. Особенно на старте. Яндекс и Google за всплывающее окно сразу пессимизируют. Как обойти? Очень просто. Показывайте окно на третьем, на четвертом посещении. Делайте ненавязчиво с огромной кнопкой закрыть. На мобильных устройствах не делайте всплывающих окон. Это вот сейчас… Они, да, не ведут конверсии, но раздражение, и активная аудитория сваливает. Просто сваливает. Когда вы с Facebook переходите по какой-то ссылочке, почитаете статью, пролистываете экран, и вам тут же всплывающее окно «подпишись», а кнопка «закрыть» будет показана. Ее нету сначала, но она будет показана через 15 секунд, и это нигде не отображено. Ну, извините, закрыть, почитаем где-нибудь в другом месте. Звук — это крест. Крестом мы называем, знаете, вот закрыть окно, крестик, он во всех операционных системах одинаковый. Звук — это сразу крест. Вы сидите в офисе, у вас подключены колонки, вы заходите беспалево для босса на сайт. Да? Пик продаж происходит когда? Правильно, когда офисные работники пришли на работу, сделали себе чашечку кофе и начинают якобы работать. Вот. Ну, соответственно, как только происходит первый звук, Alt-F4, Command-W, срабатывает мгновенно, вы получаете отказ. Анимация зло, ну, в том числе параллакс любая. Объясню, почему выглядит красиво. Выглядит очень красиво, очень классно, особенно с параллаксом. Да? Вместо того, чтобы суть доносить, сидишь играешься. Но, как я советую, это наш опыт, я призываю это проверять. Сделайте с параллаксом, сделайте без параллакса, дайте видео. Вот, кстати, опровергну сейчас свои слова. В Арабских Эмиратах они не листают дальше первого экрана. Им нужна анимация, чтобы… у них мобильное устройство, чтобы он сидел, держал телефон в руке, и ему все показывалось. То есть, там немножко по-другому все это работает. Но проверяйте. Не знаю, есть у меня слайд, почему не делать видео. О, есть. Почему не делать видео? Аудитория сидит на вашем сайте в рабочее время. У всех, все в наушниках сидят, или там с колонками, у всех есть возможность, ну, вот реально сидеть с видео. Или все, когда заходят на сайт, там есть видеоролик, нажимают play. То есть, по факту мы получаем просто статичную картинку, потом нужно сделать пользователями какое-то действие, чтобы пошло видео. А видео – это всего лишь набор картинок, который доносит суть со звуком. И без звука смысл видео теряется вообще. Не, ну, как бы можно гениальное видео сделать, тогда это будет работать. Ну, и видео – это дорого. То есть, заказать простую хорошую иллюстрацию, объясняющую, и заказать профессиональный видеоролик – это разные деньги. По поводу видео, есть классный кейс у Григория Бакунова. Это технарь в Яндексе, ну, такой хороший технарь. Они для какого-то клиента оптимизировали нейросеть на лендинге, которая блоки меняет. Ну, то есть, там смотрит, как они делали, извините, отвлекусь, как они делали. Они сегментировали пользователей, покупали рекламу в Фейсбуке, и каждый рекламный блок с отдельной УТМ-меткой они таргетировали на жесткую аудиторию. Просто покупали кучу этих блоков автоматически, смотрели с них трав, и внизу ротировали обе-тестированием блоки. Ну, то есть, раскручивали нейросеть, чтобы понять, какой лендинг работает лучше всего. Ну, видео у них не прокатило вообще, поэтому такой совет даю. Кто не верит, опять же, призываю тестировать. Простейшее АБ-тестирование покажет всю суть. Да, я сказал, что видео не работает, но тоже неправда. Я говорю, что видео не работает в массе, если вы начинаете. Видео работает в вечерние часы, когда люди сидят дома. Вот тогда видео работает, но это дорого в любом случае. Всегда заставляйте вашего клиента показать свою мотивацию к действию. Тогда вы увидите, ну, востребованность сервиса. Вот email, войти через соцсеть, нажать кнопку купить, там, оформить заказ и прочее. Но мы говорим об MVP. Классный совет дал маркетолог, прилетал. И мы говорим, а как проверить? Он говорит, да, ребята, очень просто. Возьмите магаз на любой системе, поднимите за вечер, выставьте туда ваш товар, который вы хотите продавать, по той цене, по которой вы хотите продавать. На кнопку купить поставьте метку, ну, экшен, да, там, в Google Analytics, либо в Яндекс и прочее, где вы будете собирать. Дальше сделайте окно, введите свой номер телефона или еще что-то, ну, чтобы он точно подтвердил, чтобы это не были шальные такие нажатия. Ну, то есть двухступенчатые. Введите номер телефона, и мы вам перезвоним. И в конце покажите, ой, извините, у нас, мы на самом деле в тестовом запуске, но мы с вами скоро свяжемся. Вот и все. И считайте вот эту воронку из двух действий. Как говорится, дальше, что вам нужно, это просто лить трафик на лендос, как это говорится, да, и где вы берете этот трафик? А это вот в начале я говорил, у вас есть соцсети, у вас есть друзья, знакомые, вы можете потратить тысячу рублей на директ. Сейчас Яндекс, я регистрировал домен на Reh.ru, Reh.ru прислал купон на 3000 рублей. Он всем присылает. Ну, да, чтобы им воспользоваться, вам нужно еще 3000 рублей положить, но у вас будет 6000 рублей. С 6000 рублей вы сможете проверить как-то минимально свою теорию и там отследить те же там 10-50 нажатий там со 100 тысяч клиентов. То есть, но вы увидите мотивацию клиентов покупать этот товар. На этом же этапе вы можете оценивать, по какой цене вам продавать товар. Вы можете продавать светящиеся наушники по 3000 рублей и собирать 5 лидов, а можете их продавать по 1000 рублей и собирать 50 лидов. Ну, включите математику, не можете, включите Excel, посчитайте, что выгоднее. Ну, как легче вам добывать трафик и, ну, кто готов платить. То есть, также можно проверять цену. Логин на сайт. Обратите внимание, что очень многие сайты отказались от логина по email. Ну, что можно ввести email и пароли, залогиниться. Если пользователь хочет залогиниться, лучше, чтобы он это сделал через соцсеть. Это более дорогого стоит, потому что вы о нем сразу знаете уже многое. Во-первых, вы знаете, мужчина это или женщина в большинстве случаев, знаете фамилию и имя. Также через соцсеть вы получаете email, клиенту проще и все тому подобное. То есть, вы сможете лучше анализировать базу тех людей, кто к вам пришел. Продукт. Если вы попроверялись, поигрались, что-то сделали, нужно что-то делать. Я программист. Но я призываю действительно на первых этапах, пока у вас нету продукта, говнокодить. Говнокодить это значит делать быстро. Это значит, что время важнее технологий. Если вы можете делать быстро и четко, значит вы можете еще ускориться. Ускоряйтесь. На первых этапах нужна скорость. И вот тут начинается самая интересная штука. Это работа с командой. Команда может быть из двух человек. Ну, как правило, так и бывает, что один это мозг или маркетолог, или тот, кто видит продукт, а другие это технари. Сначала разберитесь, да, кто за что отвечает, кто какие на себя решения берет. Если это технар, он должен отвечать за технарство и отвечать за конкретные задачи. Сделайте быстро доставку кода. Быстрая доставка кода, это изменения, которые вы вносите, должны быть на сайте через пять минут. Не бойтесь ошибиться, кто-то говорит, нет, нам нужно тестировать, вдруг кто-то увидит нашу ошибку. Есть такое понятие цена ошибки. На ранних стадиях она мала. Даже если кто-то зайдет, а ваш сайт лежит, да и черт с ним. Увидели, подняли, пошли дальше. Доски. Это канбан, это итеративная разработка. Ну, так проще, чтобы было понимание. Уже сегодня рассказывали много о взаимоотношении партнеров. То есть, как происходит. На первых этапах, когда все заражены идеей, все идет хорошо и гладко. А дальше начинается деление, пилежка и прочего. Причем это не столько за деньги идет, а сколько за то, что я работаю больше, а ты меньше. Я не понимаю, чем ты занят, а он не понимает, чем вы занят. Особенно, если это взаимодействие маркетолога, продуктолога с программистом. Начинается недопонимание. Опять же, я призываю делать быстро. То есть, сделайте фичу за выходные. То есть, если вы не укладываетесь с фичей в выходные, да порежьте функционал и сделайте за выходные. А потом долепите уже ее добавочной стоимостью, сделайте лучше кнопочки. Еще очень важно делать ответственных за задачу. Даже если с ней работает 5-6 человек, отвечать должен один. Он принимает решение, он принимает право. Он может наложить вето на принятие решений другими членами этой группы, но он один. Это не значит, что это должен быть самый профессиональный. Он просто в курсе всей задачи. То есть, мы в компании применяли такую штуку, что объединяли людей в три группы, и ответственным за задачу мог быть самый начинающий программист. И это работает. Он погружается в тему больше, чем другие. Да, там коллеги, кто кодит лучше, они ему помогают с техническими решениями, но конечные решения он принимает. Я забыл поговорку, но вот как здесь записано. То, что вы обсудили ранее, когда берете в работу, не обсуждайте заново, это не нужно. Вы это уже обсудили, вы решили, что делать. Прежде чем делать, подумай, подумав, не думай, делай. Примерно как-то так это звучит. Еще момент это пытаться общаться в задаче. Ну, такие советы, конечно, давать легче, чем следовать. Но информация по задаче должна быть в одном месте, в каком-то. В мессенджере, если три участника, не будете на каждую задачу группу заводить. А так хотя бы будет известно, кто о чем с чем, с кем договаривался и зачем это происходит. Трелла. Трелла — это обычные столбцы, где есть карточки по задачам, где вы можете их вести. Сделайте их там в банальном канбан методологии, куда вы скидываете идеи, что вы будете делать точно и дальше там, какие работы у вас ведут. Дизайн, разработка, билд и сделано. Так вы будете видеть статус, будете видеть бэклог по канбану. Договоритесь, сколько задач у вас будет следующих в работу. Не могут быть все задачи следующими. То есть какие вы будете делать стопроцентно? Закиньте там три, четыре, пять задач. Какие вот у вас будут следующими. Остальные все в бэклоге. Ну и там раз в какое-то время пересматривайте их и берите в работу. Отчетность. Это вот как раз к той проблеме, когда вы, друзья, товарищи, начинаете работать вместе, а потом происходит дележка. Я вот работаю, работаю целыми днями, а ты вот там на работе, а вечером ты по два часа работаешь и понеслось. И непонятно, кто что делает. И непонятно вообще, что происходит в компании. То есть, ну, вроде есть какие-то карточки в трелло, но все равно непонятно, кто чем занимается. Он взял на себя эту карточку, она у него четвертый день висит, никакой движухи по работе нет. Это вот простая методика со схрам-методологии. Ну, общайтесь просто в чате. Что делал, что буду делать, какие проблемы возникли. Это нужно для отчетности между членами команды. Просто человек понимает, чем вы занимались вчера, чем вы будете заниматься сегодня, и были ли у вас какие-то проблемы. Говорите, как есть. Опять же, если вы пытаетесь решить проблему в одиночку, вы рискуете ее не решить. Может быть, кто-то скажет, зачем ты эту фигню делаешь? Я сейчас быстренько тебе помогу, и мы сделаем. Вот. Да. Извините, забыл про этот слайд. Ну, и плюс это как вариант отсутствия отчетности на первых стадиях формирования команды. Потому что все понимают, кто чем сделан. Это прозрачность, это вовлеченность, это вовлечение. При этом желательно, даже если вы, организаторы, наняли людей, то они должны понимать, чем вы заняты, что вы им даете, как даете. То есть просто вовлеченность. Что я призываю не делать? Я думаю, что здесь можно прочитать быстро. Но сразу скажу, как админиться, как мы будем администрировать пользователей, как мы их будем банить в базе. В базе данных программист зайдет, напишет SQL-запрос и забанит. Почему не делать логин пользователя, регистрации, восстановление пароля? На ранних этапах нафиг не нужно. Пользователя вы, первое, можете зарегистрировать сами и делать продукт. Вот когда уже будете его в паблик выкладывать, людям показывать, вот тогда и сделайте. А то получается часто, что ушло две недели, вы сделали, как пользователь авторизуется через соцсети, о которой я говорил раньше. И дальше дело не двигается. Делайте основной продукт, обвес сделайте потом. Сделайте, чтобы пользователь мог зарегистрироваться там в IT простенько, но не нужно ему делать восстановление пароля или еще что-то. Оставьте просто email службы поддержки, он напишет, вы ему в базе поменяете, сбросите что-то, сделаете. Не страдайте в коде с перфекционизмом. Я сделаю все правильно, все будет круто, супер. Нифига, переделывать будете еще раз 5-10, а то и 50. Код, который вы напишите сегодня, через год будет старым и унылым. Кто не верит, кто программисты, просто посмотрите на код своей годовалой давности и поставьте ему оценку сами. Это не значит, что нужно прям косячить. Нет, это значит, что нужно делать быстро и отдавать себе в этом отчет, что вы делаете быстро, чтобы проверить. Иначе проект может затянуться, вы не получите фидбэка, вы пилите проект месяц-два, запускаете его, он никому не нужен, ваша гипотеза проваливается, вы начинаете два месяца пилить новый проект. Зачем это делать, когда можно было за два месяца проверить 4 теории? Непонятно. Код ради кода. Ну, это быстрая доставка кода для пользователя. То есть делайте так, чтобы можно было как можно быстрее показать что-то пользователю. Просто показать и собрать обратную связь. Это очень важно. То есть фишки и обвесы, добавочная стоимость на коде на ранних этапах не нужна никому. Но обратное мнение, что а как мы будем от конкурентов отстраиваться? У них же то же самое есть, поэтому мы должны выкатить продукт в два раза больше. Не так. На самом деле на каждый товар вы всегда найдете своего покупателя. И он уже скажет вам, что нужно сделать. Это чаще всего так и бывает. И итеративная разработка в этом хороша. Чем дольше вы будете работать с вашими гипотезами, чем больше вы их проверите, тем быстрее к вам придет понимание, что нужно делать. То, что вы начнете делать в самом начале и то, что у вас выстрелит, это могут быть совершенно два разных продукта. Я хочу сказать только напоследок еще только одну вещь, что делайте больше проверок ваших теорий, не ссорьтесь в командах. Планируйте так, чтобы можно было как можно быстрее доставить продукт вашему пользователю и собрать фидбэк. Обязательно собирайте все, что можно о пользователях, сохраняйте и анализируйте. Ну и удачных вам проверок. Да, если есть вопросы, то задавайте. Вы на хостингах свои проекты размещаете или с клиентом договариваетесь, и он уже решает сам, где его размещать и как, на каких условиях? У нас проекты свои, мы не работаем с клиентом, мы запускаем собственные продукты. Запускаем мы их в разных местах, но 99% в своих дата-центрах. Имеется в виду как, что мы выкупаем несколько стоек в компании, размещаем там свое оборудование, где-то свое, где-то мы арендуем оборудование, тот же Headsner, например. А для чего-то более мелкого мы используем DigitalOcean. Мы не разрабатываем сайты для клиентов, мы разрабатываем свои сервисы. Вообще в целом мы занимаемся доставкой. Мы логистическая компания, которая возит товары, у которой есть несколько сайтов, которые служат как входной точкой для клиента, где он может нам сказать. То есть это наши проекты, у нас 4-5 сайтов разной направленности, которые располагаются там на, по-моему, 15-20 серверах. Вот практически во всех случаях, когда рассказывают про лендинги, говорят, что нужно call-to-action ставить на первый экран до линии изгиба, но нигде не подтверждается. Давайте вот просто возьмем белый экран и там call-to-action. Все. Больше ничего не будем размещать. Вот мне хотелось бы спросить, у вас какая-то статистика проводится, то есть вы можете подтвердить, что действительно это работает? Да, конечно, могу подтвердить. Я могу. Во-первых, делается тестирование, АБ-тестирование. То есть наш основной проект, у него как раз есть такая кнопочка «Купить». и чем выше эта кнопочка находится кверху, тем лучше продажа, да, и тем мы видим поворонки, что на эту кнопочку больше нажимают. То есть при прочих равных. Круппу, да? Конечно, да. Вот недавно я смотрел, ребята приходили, тоже с лендингом. У них было написано, что у нас круто, с нами все классно и все. Ну, то есть какая-то небольшая суть у них написана, что они делают, но что делать дальше на первом экране нет. Опять же, call-to-action – это призыв к действию. Выведенный номер телефона – это call-to-action. Просто сейчас научились их измерять. Сейчас, кстати, вот ребята стартанули, одни, которые отслеживают звонки по номеру телефона. То есть во многих сайтах и сервисах выведенный вверху номер телефона, призыв к действию. Понравилось – звони и номер телефона. Это уже call-to-action, это уже действие. То есть мы ожидаем от пользователя действие какое-то отличное от закрытия окна, от ухода. То есть он должен что-то сделать. Это не то, что там кнопка купить или прочее, он просто должен что-то сделать. А если это просто будет какое-то введение для пользователя, чтобы он понимал, где он находится, и просто, как мне кажется, не везде это работает. То есть не везде достаточно телефона где-то указать, чтобы пользователь захотел по нему позвонить. То есть его надо вводить все-таки в контекст. Ну да, я согласен. То есть большая часть B2B проектов… Как мне кажется, это важнее, чем call-to-action на первой страничке, нет? Я бы все-таки проверял эту теорию. То есть зависит от сайта. Я беру по массовости, по массе вот как раз проектов, которые создаются в рамках фри и то, что начинают делать. Там лучше это выносить на первый экран. B2B проекты, например. Там, да, там call-to-action вообще важен внизу страницы. То есть когда люди прочитают все, что вы делаете, то есть ознакомятся. Но там принятие решений идет немножко по-другому. То есть если мы говорим про лендинг, про импульсивные покупки, про импульсивные действия, это одно. А когда мы говорим про бизнесы, где принятие решений может достигать трех месяцев, то там уже совершенно все по-другому. Ну видите, у вас вот как раз обратное. То есть кто-то говорит, что на лендинг-пейже нужно рассказать максимум на одной странице. А вы попадаете в другую категорию, которая говорит, что да вы мне суть дайте, я вам сразу верю, я сразу куплю. Одностраничники, как бы объяснить, это входная точка. То есть большинство ребят делают сервисы, где за одностраничником стоит еще большой сервис с большим функционалом. Где есть там личные кабинеты, работа, какой-то функционал. Не просто продажи чего-то, где достаточно взять только ваш номер телефона, чтобы позвонить, доставку согласовать. То есть есть сервисы. Вот лендинг-пейдж, он как проверка теории. То есть вы можете сделать что-то маленькое, простенькое и посмотреть, как это работает. Да, в дальнейшем вы будете улучшать показатели вашей страницы. Ну то есть чтобы там с тысячи человек, которые приходят, покупали там не 10, а 20 человек. То есть уже будете работать на увеличение. Да, конечно, лендинг-пейдж эффективен. Потому что что такое лендинг-пейдж? Это входная точка вашего пользователя. То есть вы, покупая рекламу где-то, можете персонализированно обратиться к ним. Ну, например, покупая рекламу, размещая там в фейсбуке или покупая там рекламу, вы можете делать обращение под пользователей фейсбука. А покупая рекламу там на женском форуме, там на каком-нибудь на дамочке, вы можете уже к ним обратиться. Потому что вы знаете, что там аудитория, там в основном это мамочки. И даже если перейдет папочка, он не расстроится, если увидит, что дорогая мамочка у нас для вас предложение. То есть лендинг-пейдж это просто входная точка, и он более персонализирован под ту аудиторию, которую вы привлекаете. Соответственно, конверсия у него, переход из посетителей в тех, кто совершил действия, она выше.